Живой диалог нужен, решил Виктор Томенко и отказался от варианта рассказать о жизни края за год письменно. Вышел лично перед депутатами. 2019-й – первый полный год главы, когда оценку ставили лично Виктору Петровичу. Оглядку на ситуацию 2020-го губернатор сделал не единожды. Так или иначе, его работу за прошлый год сейчас воспринимают через призму этого. А прошлый год для края выдался неплохим. Например, главная отрасль края, сельскохозяйственная, получила помощь и, соответственно, показала результаты. Техника теперь оснащена цифровым оборудованием, урожай оказался высоким, да и спрос на нашу сельхозпродукцию вырос в разы. По итогам 2019-го года, по сравнению с 2018-м, объем экспорта продукции сельского хозяйства вообще агропромышленного комплекса увеличился в полтора раза, достигнув почти 300 миллионов долларов, 292 миллиона долларов. Общая сумма средств, прямая и косвенная поддержка, направленных на развитие сельского хозяйства в прошлом году составила около 4,7 миллиарда рублей. Консолидированный бюджет края в 2019-м составил 126 миллиардов, что на 14% больше года предыдущего. Это значит, выросло и бюджетное финансирование. Средства пошли, например, на строительство больниц, новые места в детских садах, благоустройство, ремонт дорог. Последнее, пожалуй, заметили все жители. С хорошими показателями преодолела год обрабатывающая промышленность региона. Из отчета следует, что прибыль в металлургической отрасли, добыча металла в транспортном машиностроении выросла почти вдвое. И этот факт не могут не замечать те, кто в этих отраслях работают. Например, один из лидеров российского рынка по обработке металла «Зиазмашинерий» в 2019-м изменил подход к работе благодаря помощи со стороны федеральных специалистов. Теперь, по их мнению, темпы производства должны вырасти в несколько раз. Получили и другую помощь. Ставки по кредитам благодаря работе Министерства экономического развития с 14% упали до 6,5% и 8,5%. А для промышленного предприятия это очень серьезная помощь. Мы 1,4 млн рублей только на одних выставках скомпенсировали в 2019 году, как субсидировали, вернее. Мы бы без этой субсидии, мы бы там просто не поучаствовали. А это Франция, две выставки, значит, Германия. Виктор Томенко в отчете говорил о росте доходов населения. Например, артисты прибавку к зарплате в 2019-м уже ощутили. Кстати, они тоже внимательно слушали и смотрели выступления главы региона. Говорят, несмотря на то, что к культуре губернатор уделил немного внимания в отчете, в течение года его было достаточно. 700 млн направлены на строительные работы в учреждениях культуры. Дома культуры, какие-то музыкальные школы, дома творчества, а это заслуживает огромного уважения. То есть мы начали смотреть, грубо говоря, в корень, потому что с советских времен эти здания стоят в таком запустении. Страшно же приезжать в какие-то деревни. На культуру обратили в кои-то веки внимание, и это здорово. По мнению политологов, показательно, что губернатор рассказал кратко, но обо всем. И судя по отчету, откровенно провальных сфер в Алтайском крае нет. Стиль главы прослеживается, говорит о реальной экономике, живых цифрах, не только производства строек, но и мер федеральной поддержки. То, что Алтайский край участвует в 11 из 12 федеральных национальных проектах, это дорогого стоит. Потому что это дополнительное финансирование, с одной стороны, и это очень важно. С другой стороны, это включенность Алтайского края в общероссийскую экономическую и социально-экономическую структуру. А федеральная поддержка означает, что проще будет преодолеть последствия пандемии. Представители оппозиции, комментируя отчет губернатора, обозначили главный на их взгляд проблем региона сейчас. Бедность, зарплаты, расход бюджета. По итогу 11 против, один воздержался за 51. Все замечания Виктор Томенко пометил в блокноте, о результатах работы расскажет через год.